Сегодня Владимир Путин в формате прямой линии ответил на вопросы россиян. Общее количество обращений стало рекордным, почти 2 миллиона за 4 дня. Наибольшую активность проявили жители Центрального федерального округа. Много вопросов из-за рубежа. Ранее в ходе общения с президентом редко обсуждались международные проблемы. Однако сейчас они присутствуют в повестке дня наравне с другими. В прямой линии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, герои резонансных телерепортажей, деятели культуры и науки, студенты, члены поисковых отрядов, а также многодетные семьи. Традиционное беспокойство граждан вызывают жилищно-коммунальное хозяйство, уровень заработной платы, повышение пенсии и пособий, состояние экономики в целом. Россияне обратились к главе государства не только с вопросами, но и с просьбами. В частности, обязать глав регионов проводить подобные встречи, решить проблемы с нелегальной миграцией, снизить налоги для предпринимателей, отменить МИГ и наказать нерадивых чиновников. Я бы даже не об этом говорил. Надо, чтобы все руководители любого ранга, и в президентских структурах, и в правительстве, чувствовали и понимали, что рядовые граждане внимательно следят за результатами нашей работы и дают свои оценки. Ориентироваться нужно именно на мнение граждан. Что касается непосредственно отдельных членов правительства, либо правительства в целом, я уже, конечно, многократно слышал различные призывы то одного министра уволить, то другого, то правительство целиком отправить в оставку. Уважаемые друзья и коллеги, разделяю вашу точку зрения по поводу того, что спрос со всех уровней власти должен быть жестким. Вместе с тем обращаю ваше внимание на то, что правительство не работает еще и года. Года не прошло. Года не прошло.